Ваши документы Иначе вы рискуете нарваться на гораздо большие неприятности, чем те несчастные проценты, которые получат в 350 лир Я надеюсь, достаточно ясно говорю Мне остается только проводить вас в комиссариат Вы не имеете права, это превышение власти Извольте следовать за мной в комиссариат и никаких разговоров Иначе будет составлен протокол из-за сопротивления власти Хорошо, пойдем А там посмотрим, чем все это кончится Пошли Здесь только одна дверь Входная И никакой другой Ах, эта политика самое гнусное ремесло Синьор директор Да? Важное сообщение Что такое? Пинедди арестован Как арестован? Кем арестован? Полиция сегодня ночью при выходе из редакции Что за ерунда? А в чем его обвиняют? Непроницаемая тайна Да, от этой истории все здорово чем-то попахивает Личная неприязнь Разумеется, не к Пинеде А к газете Ко мне К партии Да, к партиям Если Пинедди виновен Выигрывают трое Вы, я и правительство В заключении я должен заметить Что нам необходимо его признание Господин прокурор Если Пинедди виновен Его признание будет у вас на столе Нет Без всяких Есть ли Это необходимо Прежде всего для вас Ты держал в руках этот кинжал? Не знаю Может быть На нем отчетки Вы сохранились Отпечатки твоих пальцев Позвольте мне поговорить с властями Я сумею их убедить Я сумею доказать Всю нелепость их обвинения Знаете, это не такая нелепая история Как может показаться С первого взгляда, сеньора Нет За всем этим Стоит солидная политическая парка Ну, а что Пинедди? Ну, Пинедди же это пешка Вы понимаете? Я не понимаю Вы знаете, мы должны были пожениться через неделю А кто говорит, что вы не пожените? Бог с вами Ну, что же Ты спал с ней? Нет Ты думай Думай хорошенько, когда говоришь Ведь мы же можем проверить Говорю, он никогда не был ее любовником Мне незачем лгать А я так вот уже четверо суток Ты только и делаешь, что лжешь Лжешь, как все преступники Без всякого повода Итак, какое же преступление Совершил Пинедди? Вышел на полчаса раньше Из редакции газеты Бродил по улицам Поднял чей-то кинжал Валявшись на мостовой Написал резкую статью в газете Наговорил дерзости полицейскому Ну, вот и все И, однако, он оказался в клубке паутины Которая окутала его со всех сторон Как разворачивались события Дальше вы сейчас увидите Субтитры создавал DimaTorzok Дальше вы сейчас увидите Десять минут, синяя, адвокат, не больше Хорошо Вы Джованни Пинедди Я адвокат от вашей газеты Если вы ничего не имеете против Директор попросил меня заняться Этим весьма неприятным делом Наоборот, я очень рад Отлично, садитесь Не терплю, когда передо мной кто-нибудь стоит Нервничайте А кто не нервничает в наше время? Итак, мы познакомились И можем начать беседу У вас нет сигареты? Конечно, конечно Вот, пожалуйста Сущности, я знаком с вами Так как интересуюсь международной хроникой Сказал бы, что это моя слабость Понимаю вас Знаете, несколько подряд я читаю ваши статьи Они весьма любопытные Но, откровенно говоря, я не всегда согласен с вами Например, вы забываете В какое время мы живем В каком положении мы находимся Наше положение Это положение стального слитка Зажатого между молотом и наковальней Я предпочел бы поговорить о моем процессе По крайней мере, о настоящем Ну, конечно Конечно, мы быстро Ликвидируем эту неприятность Сегодня я хотел, так сказать Только наладить с вами дружеский контакт А в дальнейшем мы проведем несколько часов Как вам угодно Не скрою от вас, что я волнуюсь Да не волнуйтесь Отдыхайте как следует И смотрите на этот период вашей жизни Как на каникулы В данном случае Больше всего волноваться должен я Вам не о чем беспокоиться Не думайте ни о какой ответственности Волноваться должен я и действовать Право, я даже завидую вам У меня на этот счет другая точка зрения Итак, мы условились Старайтесь быть в хорошем настроении С надеждой смотрите на будущее Это и есть первые условия нашего успеха Да, между прочим Я хотел задать вам один вопрос Просто так Из любопытства Он не имеет существенного значения Ведь вы не являетесь Фактическим убийцей той девушки Не правда ли? Нет Нет, я не убивал ее Ну, прекрасно Тем лучше Вы понимаете, Пенедич Не надо говорить правду Это в наших общих интересах В противном случае Моя задача будет весьма трудной Нет, нет Я не убийца Это нелепое чудовищное обвинение Я до сих пор не могу понять Как я оказался в подобном положении Я понимаю, весьма неприятные ощущения Какая-то цепочка обстоятельств Которые ровным счетом ничего не значат Но каждое звено этой цепочки Ничего не имеет никакого значения Но вот собранные все вместе Не волнуйтесь, Пенеде Вы успокоитесь Не могу Какое преступление я совершил Вышел на полчаса раньше из редакции газеты Бродил по улице Поднял кинжал Говорил дерзости полицейскому Вот и все Постараемся рассмотреть все по порядку Простите меня, я не кончил Я не знаю, сколько времени я здесь нахожусь Но вот первый раз беседую и вижу нормального человека Я не могу понять Какое преступление я совершил Это смешно Кто может меня обвинить в подобном? Просто смешно Правда, здесь есть одно Весьма существенное обстоятельство Я сознался Это не важно В наше время все преступники сознаются А потом на суде отказываются от своих показаний Никто этому не удивляется Ни судья, ни публика Я сам не пойму, как я подписал признание Вас пытали? Нет К сожалению Мы очень мило беседовали с комиссаром В течение шести суток Без перерыва Мы в конце концов стали почти Друзьями Со времени последней войны Вы принимали участие в последней войне? Да Имеете какой-нибудь героический подвиг? Медаль за храбрость? Нет Жаль Но, однако, продолжайте Продолжайте Да, вот Со времени последней войны У меня не было друзей На войне были А Он Комиссар был очень Мил Симпатичен Кроме того Его служебное положение Целиком зависело от меня Вдруг мне показалось Крайне переутомление Бессонные дни Ночи Мне показалось Что его карьера Будущее его детей Все вместе взятое Гораздо значительней Моего ничтожного дела И моего желания выбраться из-за решетки Вот и все Ну, я понимаю Это моральное побуждение Но вы не волнуйтесь, Пенедди Ваше признание не так уж и важно Главное, насколько я понимаю Состоит в том, что вы продаете один Это весьма утешительно Вот так обстоят наши дела Ну, вот мы и закончили Нашу беседу Но у меня есть для вас Нечто более утешительное В настоящий момент В настоящий момент Я являюсь Как бы магом Волшебником Попросите сеньору Желание Любовь моя Звидание три минуты Дай мне посмотреть на тебя Джованни Я так много Хотела сказать тебе Сейчас все куда-то улетучилось Знаешь, как я ждал тебя Единственное желание было Видеть тебя Желание Как они могли Принудить тебя Сознаться в этом ужасном преступлении Ты это убийство Не будем говорить об этом Тебя не должна касаться Вся эта грязь Когда я вижу тебя здесь Обвинение мне кажется Каким-то кошмаром После которого я проснулся Как ты похудел С тобой плохо обращаются Все хорошо Прекрасное обслуживание Питание Ты знаешь, мне сказали Что я могу тебе приносить Из соседнего ресторанчика Белье, сигареты Да, послушай меня Для тебя я не в тюрьме Я только путешествую Ну, помнишь наш проект Кругосветного путешествия Мы должны были ехать вместе А теперь я уехал один На разведку Когда поженимся Поедем вместе Только Пожалуйста Не слушай радио Не читай газеты Ты понимаешь меня Я закроюсь дома И буду ждать тебя Что бы тебе ни говорили обо мне Все эти дни Не верь Никому и ничему Свидание окончено Я скажу ему только два слова Джо Как я буду жить без тебя один Я буду ждать тебя Приходи скорей По делу Пинеди Ведется весьма Прискорбная газетная кампания Которая стремится Чистейшей воды Уголовный процесс Превратить в политическую проблему И в конечном счете Извратить суть Нашего закона Цепь доказательств И неоспоримых Свидетельских показаний Замыкается вокруг человека Которого оппозиционная партия Представляет Жертвой Судебного беззакония И произвола В желании Пинеди Которого народ уже назвал Извергом с улицы 10 марта Отчаянно защищается Его поддерживают Друзья по партии Однако попытки Адвоката И свидетелей Выступающих в защиту Пинеди Придать делу Политическую окраску Вряд ли будут Способствовать Слушаю Добрый вечер, Габриэлла Нет, еще нет Я сама ужасно волнуюсь Из него Ты знаешь С этим процессом Происходит что-то невероятное Выгрожающие телефонные звонки Письма, телеграммы Он вот только что Получил целую пачку писем На одном конверте Черная рубашка Пронзенная кинжалом Да Ну, милая Я опасаюсь за жизнь Джулио Конечно, ужасно Ну, что ты его не знаешь Это слишком мягко сказано Джулио Кристально честный человек Бескорыстный Ну, поэтому я так и боюсь за него Да Подожди Минутку подожди Я тебе как и звоню Обязательно Боже мой Джулио Ну, наконец-то Ой Я так волновалась за тебя Напрасно Меня доставили домой Под охраной полиции Как какого-нибудь Именитого Иностранного гостя Я не могу себя простить Что не уговорил тебя Отказаться от этого процесса Честное слово Он буквально истерзал меня Когда он наконец кончится И ты тоже посмотри На кого ты стал похож Да-да, ты совершенно права Зачем только я согласился И почему именно я Потому что ты являешься Лучшим судьей А, это мнение моей жены Согласись, однако, дорогой мой Что ты никогда не выглядел Таким усталым и растерянным Ну, посмотри Ты же не ешь, не спишь Как будто ты ведешь Первый в жизни судебный процесс Мой первый процесс Тридцать лет назад Я был успокоен Уверен в себя Решитель Слепо верил в правосудие В мою высокую миссию Непогрешимый членов суда Я приговорил тогда Какого-то воришку К двадцати дням тюрьмы Он был Знаком с судебным процессом Лучше меня Так как был постоянным клиентом суда Чулю, ты знаешь, который теперь час Скоро два Давай-давай Да, скоро два Еще один день Один день Завтра я снова буду сидеть Там в своем председательском кресле Напротив адвоката и обвиняемого И публика будет смотреть на меня Как на чемпион или кинозвезду Стараясь угадать по моему лицу Хоть что-нибудь А рядом со мной двенадцать человек Будут с жадностью ловить Каждое мое слово Прежде чем вынести свое решение Я вот сам не знаю Что мне делать Что мне сказать Какие глупости Ну подытожишь факты Как ты это делаешь Всегда и вынесешь приговор Знаешь ли ты Что такое подытожение Фактов судебного процесса Это значит Подсказать членам суда Приговор Который они Они должны вынести Из девяносто девяти Случаев на сто Приговор должен следовать Государственным директивам А знаешь почему Только потому что Белый парик и черный итог Неизвестно каким чудом Придают нам ореол непогрешимость Какая нелепость От меня обыкновенного человека Со всеми слабостями Пороками и страстями Люди ждут соломонного решения Да никто не ждет От тебя соломонного решения Никто не претендует На твою непогрешимость Наше время Когда тысячи людей Наживаются на обвешивании Так все весы В том числе и весы правосудия Указывают неверный вес Нужно чтобы только Ты остался честным Чтобы ты поступил Согласно своей совести А где гарантия Что мое решение Будет честным и непогрешимым Ну вот что дорогой мой Ты очень устал Ты переутомился И тебе необходимо отдохнуть Да, да, ты должен выспаться Хотя бы в эту ночь Не говори со мной так Не смотри на меня такими глазами Правда я устал Но разум мой никогда Еще не был столь ясным Как сейчас Как я должен поступить Когда мне придется решать Жизнь и смерть этого человека Как я должен поступить 10 миллионов голосов Будут кричать слева Оправдай его А другие 10 миллионов голосов Будут кричать справа Приговори его Кто убедит меня в том Что вынося приговор Я выражаю свое собственное мнение А не мнение людей Которые кричали громче Сильнее других Теперь ты понимаешь Прежде всего Ты должен прислушаться К голосу твоей совести Ты думаешь это так просто Ты все еще не отдаешь Себе отчета в обстановке Вот прости Это уже 14 письмо Которое я получил В суде О чем оно? О моей карьере Она была удачной Но не всегда приятной Все же я никогда Не предполагал Что со мной может случиться Нечто подобное Ты даже не представляешь Насколько профессии судей опасно Прочти увидишь Если ты Продажная собака Не оправдаешь Пинеди То мы оторвем тебе Твою дурацкую башку Это написано Достаточно сдержанно Другие значительные откровения И что же этими Дурацкими анонимными угрозами Они хотят заставить тебя Оправдать Пинеди Думаю, что нет Их игра, пожалуй, более тонкая Я тебя не понимаю Понимаешь Требуя от меня Оправдания Пинеди Они рассчитывают Если я выполняю Свой судейский престиж Поступлю как раз наоборот Ну, а ты Сообщил об этом в полицию Ты потребовал Чтобы тебя оградили От подобного шинтажа Каким образом? Не могут же они арестовать Или взять под наблюдение 10 миллионов человек Я не знаю Во всяком случае Они должны обеспечить Твою безопасность И ты должен быть выше Этих мелких страстей Ну, ты пойми Что если Пинеди Убил девушку Если Пинеди Убил девушку Дорогая моя Сейчас Этот вопрос Не имеет никакого значения Неужели ты не понимаешь Что Пинеди Больше не существует Он всего-навсего Символ даже нет Так Предлог для криков толпы Но ты же никогда Не вмешивался в политику И не должен Теперь в нее вмешиваться Для меня это Не только политическая проблема Сейчас вся страна знает Есть люди Которые поклялись Убить меня Что ты говоришь Что в нашей стране Может быть такое Дорогая ты наивная Ты не представляешь До каких глубин Испорченности И извращения Могут дойти люди Когда речь идет О борьбе за власть Ну ты же не принадлежишь К их числу Все страна завтра ждет Моей завтрашней речи Чтобы увидеть Узнать Как будет вести себя Судья теперь Когда на карту Поставлена жизнь Не только обвиняемого Но его собственного Понимаешь Если завтра Пинеди будет оправдан Станут говорить Что я Что я испугался Каких-то глупых угроз Меня обвинят В трусости Продажности И еще того хуже Но кто будет Слушать эти глупые инсинуации Ведь твоя совесть Моя совесть Моя совесть Я пришел к выводу Что дело здесь Не только в преступлении Пинеди Потому что я не могу Поклясться Что все эти угрозы Исходят именно От его друзей Или от кого-то Кто действительно Хочет его оправдания И поэтому Мое мнение О его виновности Здесь вовсе ни при чем И моя совесть Судьи тоже Не играет никакой роли Скорее всего Это стремление Доказать Что я герой Понимаешь Послушай, Чулю Откажись ты От этого процесса Откажись Прежде чем Совершится Эта несправедливость Которая будет Вечно терзать тебя Всю жизнь Не могу Не могу Это не решение проблемы Как ты думаешь Что по твоему Более подло Быть трусом Или знать Что все считают тебя Трусом Что я могу тебе ответить Когда ты сам Уже ответил на это Да-да Ты совершенно права Дело в том Что нам никуда не уйти От нашей человеческой слабости Я понимаю Я теперь все понимаю Сейчас по ушной же пойдешь И даже спать А завтра я вызову врача И ты не пойдешь На заседание суда Да-да-да Не смейся Не смейся Ты фьюрю томился Ты больно У тебя больное сердце И все это знают Ведь если завтра в суде Ты не сможешь Спокойно Трезво Сказать все те слова Которые тебе подсказывают Твой разум Твое сердце Ты же перестанешь Быть самим собой Дорогая моя Я не могу отступить Речь идет о моем Человеческом достоинстве Именно о том Чему я придавал Самое большое значение В жизни И вот я оказался Зажатым Почти сдавленным Подлостью С обеих сторон Посмотри на меня Друг мой И скажи Разве я похож на труса Жулио Ты самый мужественный человек Которых я когда-либо знала Не открывай Не открывай Мне страшно Сейчас Что если Справедливость восторжествует Вот так мы и назовем Завтрашними передовицы Так и назовем Завтрашними Сеньор Веха Да Пинеджи приговорен К смертной казни Дело сделано Теперь у нас есть Свой мученик Его осуждение Что это наша победа Да могу себе представить Радость Пинеде Когда его потащат на виселец Глупости Мы взбодоражим всю нацию Поднимем Поднимем на ноги Весь мир И Вырвем Вырвем его Из этих когтей Это так же верно Как то что я существую Так что она меня так смотрит Извините Извините Сеньор Директор Да К нам родственница Пинед Ну хорошо Проводите ее ко мне Слушаю Сеньор Директор Франк Свободен Хорошо Добрый день Добрый день Прошу Благодарю Садись Сеньоры Но ведь его уже приговорили к смерти Ээээ Винтери сеньоры Первый приговор не имеет никакого значения Да и к сожалению вы знаете Тут уж ничего нельзя было подделать Это надо было предвидеть Но общественное мнение Было слишком возбуждено И правительство ничего не могло сделать для его спасения А может быть даже лучше что случилось именно так То есть Я сейчас поясню Если бы его оправдали Ну Генеральный прокурор Обжаловал бы приговор в Верховный суд А Да-да-да Безусловно Вы знаете каковысь Суммите Ведь каждый думает Что он непогрешим А всех своих коллег считает олухами В 99 случаев из 100 Верховный суд не соглашается с приговором Ниши инстанции А решение Верховного суда является окончательным Да-да-да Нет это верно Верно-верно Ну вы знаете уже Многие считают что Джованни действительно виновен Ну что поделаешь Таков мир Но в действительности никто не считает его виновным Даже судьи Ведь на суде творилось нечто вроде психоза Боязнь оправдать его К сожалению Пинеди Надо сказать истину Хотя мы все хорошо к нему относимся Пинеди Не вызывает симпатии Что поделаешь это большое несчастье Я не понимаю что вы говорите Да-да-да Синьора не вызывает симпатии Он совершенно не похож на мученика Сентиментально синьора не вздыхают Студенты не волнуются Для судей и для основной массы публика Было гораздо приятнее считать его виновным Это и послужило главной причиной такого приговора Я не понимаю Но ведь по-моему главная причина Это Джованни убил девушку или не убил Нет вы знаете Синьора адвоката абсолютно прав Да Да у Джованни нет Совершенно просто нет данных для мученика Он не плачет Не вздымает рук вверху Понимаете Нет И потом совершенно не говорит О своей невиновности Он оставался каким-то холодным Рассудительным Пренебрегающим всеми Ну что Сколько раз я говорил ему Кричите, протестуйте Нет, он боится уронить даже слезу Вот, 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 вот А вы представляете, синьора Для того, чтобы вызвать сочувствие у народа Для этого нужно тронуть его сердце Боже мой Боже мой, а Все эти христианские мученицы Да, боже мой Какими же они были очаровательными девушками Или, по крайней мере, благообразными старцами Это менее убедительно Или пылкими юношами Вот Ну а что же Вы знаете Эти пылкие юноши Шли Поднимались на Голгофу Прощая своим врагам Вот как, синьора моя дорогая Они находили такие слова Которые Которые до сих пор Трогают нас с вами Ну трогают Ну что поделаешь Трогают А у Пеннеди У Пеннеди на протяжении всего процесса Был иронический Такой какой-то Совершенно Равнодушный вид Я даже сказал Наплевательский Ну нельзя же с этим не считаться Я не знаю Право не знаю Что Что мне сказать Да Но я должен вас успокоить Благодарение неба Верховный суд Будет разбирать дело Исходя от, так сказать Юридических основ Само собой Разумеется Вот Без публики Без риторических речей Жестов И главное Без вмешательства Политических партий Да, пожалуйста Но Его должны освободить Вы спасете его Вы уверены, что его освободят? Я? Несомненно Не волнуйтесь Но Когда? Какой-нибудь месяц А может быть даже меньше Да Я думаю, что так Месяц? Сеньора Под правосудие Нельзя требовать поспешности Главное, чтобы правда Восторжествовала Да Для дела Дрейферса понадобилось 12 лет 12 лет? Да нет Мы спасем его Мы будем за него бороться Но с делом Дрейферса Совсем другого Конечно, конечно Я сказал просто так Сеньора Первый приговор Не имеет никакого значения К тому же у нас есть еще Масса невыпущенных стрел Это обращение Верховный суд Просьба об отмене Первого приговора Если понадобится Мы можем направить запрос В парламент И обратиться к президенту Нет, а то мы можем Выставить дополнительных свидетелей Пожалуйста Вот видите, сеньора Не волнуйтесь Скоро ваш жених Будет с вами Он уже не мой жених Что, что, что? Как? Я сказала, что Пинеди Не мой жених Дело в том, что За эти несколько месяцев Я познакомилась с другим И поняла, что Никогда не любила Джованни Да я Даже уверена, что Никогда не любила его Ну что я могла поделать Нет, сеньора Нет, нет, нет Вас никто Ни о чем Не спрашивает Нет Нет, нет, нет Нет, но я должна объяснить Я ждала этого Как освобождения Мне кажется Я привязана к трупу И это продолжается Несколько месяцев Я была так одинока Вы можете это понять И вот я встретила человека Который полюбил меня Он такой Ну А почему вы молчите? Ну, а собственно Говорить-то уже не о чем Это дело частное И сугубо личное Ну, вы клялись мне Что Джованни Сегодня будет свободен Только поэтому я Скрывала правду Я так надеялась Так ждала Сегодня я Поговорю с Джованни Совершенно серьезно И откровенно Я уверена, что он поймет меня И расстанется со мной Без особого сожаления Ведь он никогда Не любил меня По-настоящему Дорогая сеньора Я устала ждать Я измучилась Мне надоело Скрывать правду От него и от всех Пока Джованни в тюрьме Я вынуждена Скрывать правду Вы должны его освободить Сегодня Сейчас Немедленно Иначе будет поздно Сеньора Вы не волнуйтесь Ваш Простите Пинеди Стал жертвой Самой грубой Судебной ошибки Которую мне приходилось Наблюдать За последние 50 лет Но мы ее исправим Я клянусь Что я оставлю Больбы И не погоню Завтра Верховный суд Начинает разбирать Кассационную жалобу Пинеди На смертный приговор Вынесенный ему Месяц назад Можно предполагать Что заседания Верховного суда Продлятся Несколько дней Директор Утренняя газета Да Они опять Первые полосы Посвятили делу Пинеди Да Виновность Пинеди Не вызывает Уже сомнений У членов Верховного суда Хотя Оппозиционная печать Яростно Доказывает Обратно Как стало Известно Из достоверных Источников Партия Стоящая за спиной Пинеди Намеренно Выставить Новых Свидетелей Защиты Они еще Не знают Какую мы Пилюлю им Готовим Франк Сегодня Делом Пинеди Мы Займем экстренный Выпуск Вот так Приходи Ко мне Через полчаса Да Через полчаса Я продиктую тебе Передовую Хорошо Наконец-то Я стал уже терять надежду Так что у тебя Свидание Пять минут Мне очень жаль Но ты знаешь Свидание Несколько минут А ждать приходится Неделями Да Да Я посмотрю на тебя Как ты выглядишь Все хорошо Правда Скучно Ну Все идет В конец Да Тебя скоро освободят В этом никто не сомневает Надеюсь Я подготовил потрясающую речь Ты ее услышишь Однако Что с тобой Ты не здорова Что Я Прекрасно себя чувствую Наверное устала немного Бедняжка Вся эта история Доставила тебе Массу неприятностей Правда Теперь уже все Скоро кончится Да Я Я вчера Настроил некоторые планы У меня есть Такой проект Заседание Суда продлятся Дней пять Не больше По моим расчетам Но потом Какой-то денек На формальности И в следующую пятницу Я буду с тобой Мы поедем с тобой В первый же вечер В Матео Ты была там когда-нибудь? Нет А где это? О, это на берегу реки Туда ездят все туристы Да, это будет здорово А правда? Не скрою, что я ждал более Восторженного ответа До всего этого события Ты была так мне близка Я так Понимал тебя Что мог безошибочно угадывать Все твои Мысли, желания Желания Я Завтра уезжаю Вот ты ну что Куда? Нечто вроде путешествия Которым мы Идет и мечтали Я еду в Америку У тебя найдет сигарет? Да Пожалуйста Ты едешь одна? Конечно нет Что за дурацкий вопрос Просто чтоб Что-нибудь спросить Джованни Я хочу Чтобы ты понял Как Как я Но Как мне Все ясно Мне остается только пожелать тебе Доброго пути Я хотела тебе сказать Об этом раньше Ждала последнего момента Если бы ты был свободен Все было бы иначе К чему все это? Мне кажется Мы не подписывали на с тобой Никакого контракта Мы уезжаем завтра Так он хочет Джованни Я ждала тебя Клянусь Я готова была ждать тебя годы Но виной всему страх Этот мучительный страх Одиночества Джованни Я хочу Чтобы ты Простил меня Его я Совсем не люблю Я всегда любила только тебя О чем ты говоришь Я не понимаю Ни одного твоего слова Я хочу Чтобы ты простил меня Мне кажется Что я нанесла тебе Удар в спину Вот Все мы виноваты Не говори там Ну скажи Ну что я должна была делать? Ну посмотри на меня Джованни Ну что я должна была делать? Я полагаю Что время нашего свидания кончено Как я побледнела? Верховный суд утвердил приговор по вашему делу Считая виновным в преднамеренном убийстве Исполнение судебного приговора назначено на 24 апреля Во всяком случае вы не волнуйтесь У нас есть еще Почему вы думаете, что я волнуюсь? Ну нет, конечно, извините Минуту Ну так я тебе скажу Кто ты? Ты Марионетка Понимаешь? Только марионетка со слабой пружиной Ты всему покоряешься Нет ничего опаснее такого состояния Надо драться Вот что надо Драться, драться Черт побери, драться Ведь вся основная настоящая борьба У нас только начинается Я позволю себе заметить Что поведение Пинеди на последнем заседании Верховного суда И послужило главной причиной Которая привела к столь прискорбному результату Черт бы его побрал С самого начала судебного разбирательства Он имел вид человека, убежденного именно в таком исходе Его молчание невольно походило на признание В самом деле Я хотел бы видеть вас более оптимистически настроенным Я бы сказал, более агрессивным Нет, миллионы и миллионы людей требуют его спасения Если вокруг митинга Вся страна превратилась в какой-то кипящий котел И вот только единственный человек во всем мире Который не интересуется процессом, это он О, понимаете, он Видите, какая-то апатия Безразличные отношения Скепсис какой-то Даже презрение, правда? Неужели ты полагаешь, что ты ведешь себя правильно? Я хочу сообщить вам, что я потребовал пересмотра дела Тоже отлично На это, несомненно, должны будут согласиться Но для выигрыша времени Нам необходимо направить просьбу о помиловании на имя президента Я уже заготовил ее Вам остается только подписать Буду дарю вас Но я не буду подписывать Подумайте, что вы говорите Ты что, с ума сошел? Боюсь, что вам это покажется весьма сложным Но в продолжение всего этого нелепого процесса Я ввел для себя Гораздо более сложный процесс Подожди, подожди, подожди Давай говорить серьезно Я говорю очень серьезно Уверяю тебя Мне жаль, что в моем процессе Виновными оказались решительны все Кто? Вы изумитесь, если я назову имена виновных Да кто виноват, черт побери В чем? В чем виноваты? Виновных в моей смерти Мне показалось, что не стоит спасаться столь позорным образом Гнуть спину и тем самым признавать свою слабость Слабость человека Вас интересует почему? Да потому что зло так глубоко вкоренилось в нас Что мы совершаем его машинально А ты знаешь, я с тобой согласен Соображения весьма справедливые, глубокие Я клянусь, я с удовольствием продолжу их Когда ты выйдешь от себя Нет, ты выслушаешь меня сейчас Нравятся тебе мои соображения или не нравятся Меня обвинило и приговорило к смерти государственное правосудие А я, Джованни Пинели Все еще верю в человеческое правосудие И мне бы хотелось найти человека Который бы спас меня не ради политических махинаций Авантюр не ради политической борьбы А из любви Жалости ко мне Ну хорошо Хорошо, вот когда ты отсюда выйдешь Я с удовольствием продолжу дискуссию о человеке О человечности Но сейчас же у нас просто нет времени Надо бороться, черт возьми Иначе ты, мой дорогой, погиб Погиб То есть я еще не понимаю, что мне это глубоко безразлично Ах, вот как Ну тогда и ты меня послушай Я буду откровенен с тобой Вот Виновен ты Или не виновен Влюблен ли ты в жизнь Или хочешь повеситься Вот все это Все это Меня не интересует Абсолютно Ты вбей себя в голову Что ты больше не человек Ты символ Понимаешь? Флаг Ну это с нами Десятки миллионов людей Готовы драться за одно твое имя Рисковать своей шкурой Если это нам будет необходимо Если бы ты Не раздумал его дело Если бы не взбунтовал бы всю страну Конечно, не из-за меня Из-за своего символа Я был бы уже давно на свободе Я ведь делал Нет, ну хорошо, но отчасти ты, конечно, прав В таком случае чего ты хочешь? На что ты жалуешься? Тебе нужен был мученик? Вот он Перед тобой Теперь оставьте меня в покое Хорошо Ты знаешь, что я Что я хочу тебе предложить? Вот просьбу о помиловании Подпишу я Дам подписать Всем твоим коллегам Всем членам партии А за ними стоит Вся страна Вся нация Появятся миллионы петиции О твоем помиловании И вот Под этой лавиной Мы погребем правительство И ты будешь, будешь спасен Вопреки твоей воле Общественная справедливость Восторжествует Сегодня еще нет Но когда-нибудь Восторжествует Прежде чем дать тебе Отпущение грехов, сын мой Я должен быть уверен Что в твоей душе Не осталось ни малейшего зла Зла? Нет, отец мой Скорее любопытство Я тебя не понимаю Любопытно узнать Кто и что именно Привело меня Ко всему этому Потому что Каждый на что-то Толкал меня Нет греха там Где нет намерения Грешить, сын мой Очень скоро Ты предстанешь Перед еще более Высоким судом Непогрешимым И бесконечно справедливым И ты можешь Отдаться ему С полной доверенностью Потому что Только там тебе Может Возвратиться То, что Отняли у тебя Здесь И каким бы ни был Земной приговор Он не причинит Никакого тебе Вреда Поверь мне Молись И может быть Твоя молитва Поможет Осознать Ошибки Тех Кто их Совершил Прости Отец Мой На молитву Не идет Мне Сейчас на ум Но может быть Прежде чем Избавить себя От всего земного Я могу Быть тебе Чем-нибудь полезен Но я не знаю Может Ты хочешь Передать Какую-нибудь Последнюю Весточку Или желание Или просьбу Нет Благодарю отец У меня Никого нет Никого Но может В тебе Есть желание Которое Я Мог бы Исполнить Нет Я уже Умер Несколько Месяцев Назад Желание Может быть Я хотел бы Чтобы на какое-то время Все это сгинуло Хотел бы увидеть себя таким Каким был в тот вечер Когда шел к своей машине Прокатиться По пустынной аллее Пройтись пешком Под деревьями Никогда раньше Я не думал Что такие мелочи Могут Иметь столь большое значение В жизни человека Пустынная аллея Но уже ничего нет И не будет Если бы это не произошло Со мной Произошло бы С кем-нибудь другим Политическую машину Смазывают Только кровью Общественное мнение Слишком возбуждено Нельзя не реагировать На протесты Со всех сторон Особенно Из-за границы Нас сочтут Людоеды Смею заметить Синьор президент Что помилование Пенеде Сейчас Столь напряженный Политический момент Который мы переживаем Будет Значит Признание Нашей слабости А так как мы Действительно Слабы То не можем Позволить себе Подобной Роскоши Крайний Прископ В истории Нашей страны Милосердие Всегда превалировало Над государственным Интересом Существуют Различные Формы Милосердия Но в данном Случа Оказать Милосердие Это значит Дезориентировать Самую здоровую Часть Общественного Мнения И с той И с другой Стороны Умы Уже Несколько Возбуждены Достаточно Лишь одной искры Чтобы вызвать В стране Беспорядки С неисчастливыми Наши оппозиционеры Всегда найдут Уязвимую точку Которая могла бы Послужить им на пользу Если мы не помилуем Пинейде Они упрекнут нас В жестокости А если помилуем Будут сюда кричать Что мы сделали Это из трусов К сожалению Положение Именно таково Да Но во втором Случае Нам придется Признать Вмешательство Иностранных государств В наши внутренние дела И продемонстрировать Перед всем миром Несостоятельность Нашего судопроизводства Правительство Находится На сложном перекрестке И выбрать следует Наименее опасный путь Боюсь Что вы правы Но мне еще не ясно Каков будет Этот наш путь Нет никакого сомнения Что Все те Кто сейчас ждет И надеется На милосердие Президента Через несколько дней Разочаруются В этом Тем более Что инициатива Ускользнула Из наших рук Оппозиционная партия Маневрировала Очень ловко И Встала впереди нас Спровоцировав Гуманистическую интервенцию Иностранных государств Она окончательно Отрезала нам пути Но Наш народ Склонен К национализму Да Да Пожалуй Я согласен Свен Ну что ж Отлично Мы решили Приводить приговор В исполнение С вашего позволения Сеньор Слушаю вас Скажите Вы Внимательно изучили Дело Пинеди На последние месяцы Дело Пинеди Было самой главной Моей задачей Скажите мне откровенно Что вы думаете О Пинеди Виновен Или не виновен Виновен Или не виновен Да Откровенно говоря Сеньор Президент У меня не было времени Рассматривать дело Пинеди С этой точки зрения С вашего позволения Итак Перед вами прошли герои события Которые дипломаты называют Замкнутым кругом Каждый из них сумел найти Своим поступком То или иное оправдание По мнению Генерального прокурора Правительство Балансировало На острие ножа И обвинительный Приговор был В данном случае Его единственным Спасением Судья стремился Доказать нации Что его нельзя Запугать Что при любых Обстоятельствах Он будет вести себя Как герой С точки зрения Директора газеты Журналист Пинеди Пинеди был всего лишь Пешкой в политической Борьбе двух партий Адвокат Наивно и демагогически Утверждал Что Пинеди Приговорили к смерти Только потому Что он не сумел Завоевать симпатии Судей По твердому Убеждению Комиссара Пинеди своим Упорством Хотел погубить Не только его Человека Всегда исполнявшего Свой долг Но и всю его семью Полицейский считал Что журналист Виноват во всем Ведь у него был Такой вызывающий тон И к тому же Он отказался Уплатить штраф Конечно Пинеди Каждому из них Мог бы смело И открыто Посмотреть в глаза Но сегодня ночью Он казнен Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ